Практически все знают Александра Карелина как непобедимого борца, чей секрет силы лежал в упорстве и силе характера. Но мало кто знает, что Сан Саныч также достаточно много тренировался и железом. Поэтому в сегодняшнем видео хочу рассказать вам, насколько реально был силен Александр Карелин. А именно, какой вес он брал на грудь, сколько жал лежа, какой у него был присед. Ну и принимал ли он стероиды. Для тех, кто не знает, кто такой Александр Карелин и что он сумел достичь в своем виде спорта, если конечно есть такие, поясняю. Александр Карелин советский российский борец греко-римского стиля, один из сильнейших борцов современности со времен легендарного Ивана Подубного. Заниматься борьбой Карелин начал в 14 лет, а уже через 7 лет выиграл Олимпийские игры. Среди достижений атлета 4 олимпийские награды, 3 золота и 1 серебро. Помимо этого он 9 раз побеждал на чемпионатах мира и 12 на чемпионатах Европы. Прославленный чемпион занесен в книгу рекордов Гиннеса, как человек, который в течение 13 лет выиграл все свои схватки. И благодаря чему был признан лучшим борцом греко-римского стиля 20 века. Итак, давайте перейдем уже непосредственно к его силовым показателям. При своих крупных габаритах, росте 191 см и весе в 130 кг, Александр Карелин был достаточно силен по меркам железного спорта. На вопросы о силовых показателях Карелин отвечал на своем сайте. Итак, по словам Александра, взятие на грудь он выполнял с весом в 190 кг. Что, согласитесь, являлось достаточно хорошим показателем для атлеток, который не занимался тяжелой атлетикой. Но что касается жима лежа, то в связи с травмой большой грудной мышцы, его рабочий вес колебался в диапазоне 90-140 кг. О весе штанги в приседаниях Александр умалчивает, но утверждает, что приседал 280 раз, выполняя упражнения в качестве развития общей физподготовки и силовой выносливости. А говоря об употреблении стероидов, то, как утверждает сам Карелин, анаболические стероиды он никогда не принимал, аргументируя тем, что это вредно для здоровья и нечестно по отношению к соперникам. Несмотря на насыщенный рабочий график, Александр Карелин продолжает регулярно тренироваться и сейчас. Виды его физических занятий традиционные. Тренировки на борцовском ковре, атлетический зал и спортивные игры, футбол и борцовский баскетбол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова